Друзья, здравствуйте. 21 ноября 2023 год. Я нахожусь недалеко от села Морское. Это школьный водоем. У нас был сильный дождь несколько дней назад, который нас слегка даже подтопил кое-где. Ну вот, хорошо показал эрозию почвы. Вот это водоем и вот эта часть вся, это все вымыто. Почва из сам водоем, он должен быть такой вот, почти квадратный. Ну вот это все вымыло вот из этой горы не за один раз, но за несколько. Видно хорошо, какой объем почвы вымывается в виде эрозии. во время осадков. Вот одна часть канава. И самая большая, самая большая вот, целая долина. Здесь даже водопад был. И вот она пошла туда вверх. И если эти не не останавливать, то вот эти водоемы, они прекратят свое существование. Земля просто сюда выйдет и он будет мелкий. А он необходим для полива виноградников. И село отсюда воду берет. Вот. Поэтому какой выход из этой ситуации? Значит нужно с самого верха оттуда сажать деревья и делать дамбочки каменные. И деревья нужно сажать с глубокой корневой системой. Особенно те, которые дают корневые отростки. Тогда вот. Видите деревья. Это вот Таиланд. Или вот он прямо висит. Они защищают от размывания. И делать каменные дамбы. Я покажу. Вот одно из деревьев. Это рябина горная или рябина домашняя. Крымская. Вот она дает отростки корневые. Шикарное дерево. Вот оно в плодах. Все. Они плоды терпкие. Правда. Но если их там немножко в холодильник положить, они становятся мягкими. Или морозец ударит. Мягкими, вкусными. Очень полезные. Очень засухоустойчивое дерево. Я рекомендую его всячески сажать. Тоже буду пытаться его размножить. Пока мне только корневыми отростками удается выкапывать и укоренять. А так вот в эти балки, склоны нужно сажать. Вот. Я вот буду сажать разные миндали. Те же там и орехи, у которых есть корневые. Черный орех. У кого большой корень. И каменные дамбы. Вот одну я сделал. К сожалению, камней тут не так много. И один я все это, конечно, не сделаю. Но, как принцип, я вам хочу показать. Каждый в своем месте может бороться с эрозией. Вот. Дамба в узком месте. Делаете каменную насыпь. Тогда ток воды задерживается. И течет уже не так быстро. И не так сильно размывает дно. И потом вот по этим склонам вы сажаете деревья справа-слева. Укрепляя эти склоны от высыпания. То есть каменные дамбы и деревья плотно посажены. И все это можно остановить. Сейчас я поднимусь наверх, посмотрю. Я там сажал весной деревья. Остались ли они, не смыло ли их. И потом продолжим. Ну вот, я поднялся вверх. Уже темновато, не знаю, вечереет. Насколько вам хорошо это будет видно. Но видите, какая ужасная. Ну по-своему красивая. Но для природы это ужасная степень эрозии почвы. Глина вся, на которой что-то может расти, смывается. Остаются одни камни, на которые уже ничего расти не может. Поэтому все это здесь нужно срочно заниматься спасением. Конечно, один я это все не сделаю. Это должна быть какая-то и государственная программа, или по крайней мере местные власти должны включаться. Делать такие перемычки. Но тем не менее, вот я начал здесь сажать деревья. Вот миндаль. Здесь был орех. Его видимо смыло. Нужно начинать с тех мест, где поток не такой уж сильный. Вот миндаль. Это все я сажал осенью. Ой осенью, весной. А осенью косточками, а весной обкладывал. Вот миндаль. Когда он станет большим деревом, он будет тормозить этот поток. Вот миндаль. Видите, миндали все выжили. Даже несмотря на жару, которая здесь была 3 месяца за 40. Вот миндаль. То есть миндали нужно сажать. Миндали и каменные дамбы. Вот миндаль. Начинать с места, где нет такого сильного потока, чтобы их смывало. Вот миндаль. Вот миндаль. Ну и так далее. Вот. Так что, что я смогу, я сделаю. Взял ваши саженцы, вернее семена, которые вы мне передаете. Что-то я покупаю за ваши средства. Вот здесь миндали, черный орех, грецкий орех. Это катушки с мелкими семенами. Гранат здесь. Косточки абрикос, косточки персика. Все это имеет глубокий корень и может задерживать воду. И в этих местах могут расти лесосады съедобные, которые будут сохранять вот эти от размыва. Ну а там уже нужно делать такие серьезные каменные сооружения. И засаживать склоны, чтобы дальше не размывало. Вот. Всего вам доброго. Спасибо, что вы мне помогаете. С семенами, с саженцами, с какими-то материальными средствами. Кто хочет продолжать это делать и может, я дам описание под этим видео, куда можно сбросить денежки. Или мне можете написать на WhatsApp. Там мой телефон стоит по системе быстрых платежей. Вот. Ну и с вашей помощью я нужно идти от самого верха, чтобы поток воды не шел. Его тормозить, тормозить, тормозить с саженцами. И потом постепенно уже в таких глубоких местах делать дамбы. И тогда озеро, которое там находится, будет спасено. А здесь будет прекрасный народный лесосад, посаженный с вашей помощью. Всего вам доброго. До новых встреч. Еще дополнение, как правильно сажать. Вот есть в ручье место, где вода падает резко вниз. Если вы здесь посадите что-то, она вымоет. Здесь есть ровные площадки. Вот. И в этих ровных площадках вот здесь и надо сажать. Вот такая кирка удобная. Потому что тут глина. Тут трудно. Так разбиваете на 5-10 сантиметров. И несколько одновременно бросаете. Здесь надо, чтобы часто все было. Вот. Ну и так вот далее. По ровным площадкам. Всего доброго. Теперь уже окончательно до новых встреч. Все равно еще один нюанс. Не могу остановиться. Вообще не с вами. Вот кусок, где нет ровных площадок. Вода течет быстро и равномерно. Тогда нужно сажать склоны. Вот один. Потому что если вы вот сюда посадите, то дождь вымоет. Вот. Сюда. А сюда мы катушек положим. И потом сверху зарываете. Все. Всего доброго. Сюда. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.